Здравствуйте! Вы смотрите программу «Проще говоря». Врач, кандидат медицинских наук, политик, активист, доброволец, волонтёр. И это всё о нём. Сегодня наш гость Роман Пономарёв. Роман, здравствуй, рад тебя видеть. Здравствуйте. Ну, пожалуй, нет ни одного средства массовой информации, которому ты бы не дал интервью после своего возвращения с так называемого отпуска, который ты провёл на Донбассе, в зоне проведения специальной военной операции, работая там волонтёром, добровольцем в одном из госпиталей Луганской Народной Республики. Ну, наша программа тоже решила не остаться в стороне, и предлагаем поговорить об этом тоже. об этом факте твоей жизни уже. Скажи, поменялось ли твоё отношение к жизни после этой поездки? Не буду лукавить. Я думаю, что да. И в первую очередь оно поменялось по одному простому поводу. Я когда вернулся, я реально ощутил то, что здесь, в оставшейся части России, да, не на Донбассе, мы, по сути, живём и даже не понимаем и не представляем, что происходит на Донбассе. Ну, в прямую, да. И вот ходишь, общаешься с людьми, и на самом деле ты очень рад, что жители той же самой Мурманской области, да, они, ну, скажем так, не втянулись в происходящее в прямом смысле слова. И вот в свете вот всего этого хочу сказать, что ты ощутил, что настоящие герои нашего времени, да, это те ребята, которые там находятся, на передовой, которые воюют, которые отдают своей жизни, своё здоровье на наше, в первую очередь, благо, на нашу мирную жизнь, на то, что наши дети могут ходить в кино, в развлекательные залы, да. Мы можем позволить себе провести выходные в кругу семьи, там, сходить в кафе, съездить на рыбалку. Огромная им признательность и благодарность, вот это то, что основное поменялось в моём представлении о происходящем. Погибают не только военные, но и медики. Вот скажи, в чём сила твоих коллег из того самого медицинского отряда, которые, как ты уже сказал, реально оказывают реальную помощь реальным бойцам? Да. Их, наверное, сила в том, что они очень сплочённые, очень дружные, они друг друга всегда, каждый день, каждую минуту поддерживают. И если вдруг кто-то по той или иной причине, то ли заболел, то ли ещё что-то, да, тут же появляются люди, которые, несмотря на то, что сутки они провели на приёмке сортировки раненых, да, они тут же идут в операционную, закрывают, помогают. Надо отдать должное, на самом деле, всем тем, кто с медицинской, скажем так, помощью там находится, да, я вот, мне довелось поработать с ребятами из отдельного отряда воздушно-десантных войск, которые были в Гастомеле в прошлом году, которые прошли Сирию и так далее. Но на самом деле даже они отмечают, что это абсолютно иной конфликт, нежели был раньше. И вся вот эта их, скажем так, вера, уверенность в себе, да, она передаётся всем, в том числе и бойцам, в том числе и младшему медицинскому персоналу, сёстрам, и тем же, там, скажем так, врачам гражданским, которые туда приезжают по, ну, скажем так, командированные. И вот я, как, да, доброволец туда приехал, и на самом деле, ну, ты спокойно работаешь, ты уверен, что если вдруг что-то тебе непонятно и сложно и неясно, они всегда протянут руку помощи. Единый дух, короче говоря, у всех. По сути, да. В одном из интервью ты очень чётко обозначил разницу между военной и гражданской медициной. Ну, мне бы хотелось услышать от тебя, в чём заключается эта разница с психологической точки зрения. Что я имею в виду? Вот что лично ты испытал от увиденного операционный шок, стресс или что-то близкое к этому? Ну, вы знаете, мне, наверное, сложно сказать, что я испытал шок, там, стресс, да, потому что с их же слов, да, онкология, хирургия онкологическая, она крайне близка к хирургии, скажем так, вот этих военных конфликтов, потому что максимально больше убирай, максимально будь мягче к раненому и так далее. Ну, на самом деле, я думаю, здесь основной такой, скажем так, дух в том, что ребята на самом деле очень тактичны, очень заботливы именно к ребятам, которых привезли и раненых там и так далее. Вот. И для меня это было тоже очень, ну, скажем так, привычно. Почему? Потому что онколог, он, в общем-то, психотерапевт в том числе. И когда ты общаешься с ребятами во время перевязок и так далее, пытаешься их отвлечь, потому что перевязка – это, наверное, очень болезненная процедура, слава богу, дай бог, чтобы нас всех это не коснулось, но словом, там, шуткой и так далее, ты отвлекаешь, и в этот момент делаешь манипуляцию. И вот я говорю, что я там пробыл не так долго, да, три недели, но где-то… – Опочный месяц. – Где-то спустя, может, там, дней 10, да, вот я вел 200 человек по перевязкам, да, со мной был еще коллега, вот, не знаю почему, но пациенты, как я их называю, они, видя, что я иду на перевязке, они – доктор, мы к тебе. – Ну, приятно, конечно, и знаете, что было особенно приятно, пришлось работать в большом количестве с ребятами из Вагнера, да, и в большей степени это наши заключенные бывшие, вот, и они, многие стали говорить очень приятную фразу, что, доктор, вот только здесь мы начали уважать ваш труд медицинского работника. – Вот так. – Поэтому меняются взгляды у многих, и я надеюсь, что меняются в лучшую сторону. – Как хирург ты был прикреплен к двум отделениям, ты уже сказал, что там находилось по 100 человек в каждом. Ну, понятно, что график работы, наверное, у всех один – раннее утро и до поздней ночи, то есть фактически 24 часа в сутки. Как быстро ты смог освоиться с новым для тебя масштабом работы? – Несколько, наверное, дней ушло на привыкание, как ты правильно сказал, на 24, на 7. Но в чём весь смысл? Не на что отвлекаться. И поэтому ты весь поглощён работой, этой работы много. – И времени не замечаешь. – Да, и я говорю, слава богу, не курю, да, и даже все ходят наперекур, и ты не ходишь, и как-то это поглощает, и ты добираешься до постели, падаешь, и несмотря на то, что где-то что-то летает и так далее, тебя вырубает, и ты утром встаёшь и понимаешь, что надо идти бодрячком. И мне особенно понравилось, вот я в своей обычной жизни питаюсь один раз в день вечером. Ну, не получается. А здесь, вот, как в армии, всё по часам, 8 утра завтрак полчаса, 13.30 обед полчаса, в 19 часов ужин – полчаса. Всё остальное время у тебя поглощено. – То есть, через стройку у тебя организма прошла как-то бесполезность. – Да, кстати, для меня это было очень приятно. Почему? Потому что я все три недели и не болел, и чувствовал себя достаточно бодро. – Одинаковых операций не бывает, говорят военные хирурги. Более того, они отмечают, что в последнее время, к сожалению, скажем так, неприятных сюрпризов становится всё больше. И в этом смысле хирург всегда учится. А чему научился ты находясь там? – Хороший вопрос. Для меня вообще вникание в военную хирургию – это вообще было что-то новое, в плане того, что я никогда не сталкивался с последствиями каких-то там катастроф, травм и так далее. Ну, своя специфика. Здесь я с этим столкнулся и, в принципе, понял, что те знания, те умения, которые я за эти три недели успел там увидеть и получить, я надеюсь, они не пригодятся, но никто никогда не говорит, что не может произойти землетрясение, там ещё какие-то катастрофы и так далее. По крайней мере, мне будет проще вписаться в свежую канву жизни и принести как можно больше пользы. Поэтому, в принципе, перед тем, как туда ехать, я немножко посидел в интернете, пообщался с коллегами и ознакомился с так называемой тактической медициной и так далее. Поэтому, в принципе, на некую теорию мне было полегче накладывать практику. И на самом деле работал, допустим, в приёмно-сортировочном отделении суточное, когда привозят раненых, там жгуты наложены, там мобилизационные дела, там и бейсболка и так далее. И ты начинаешь понимать, где боец правильно сделал, где помощь оказана неверно. Ну, для себя это воспринимаешь. И самое главное, что, опять же, для себя я уточнил, в том числе в общении с ребятами, с ранеными, что ты должен уметь оказать помощь сам себе, и от этого зависит твоя жизнь. Потому что могут не подбежать, могут не вытащить, могут не успеть оказать сам, ты должен уметь оказывать себе первую вот эту вот медицинскую, назовём так, помощь. И от этого будет зависеть твоя собственная жизнь. Спасение утопающих в руках самих утопающих. Да. Роман, наверняка, общаясь со своими коллегами, бойцами, волонтёрами, ты мог увидеть или, может быть, услышать какую-то человеческую историю, которая тебя тронула. Если такая есть, поделись с нами. Наверное, вот, отвечая на этот вопрос, я, знаете, как у каждой полки есть два конца, и хороший, и плохой. Расскажу то, что слышал от бойцов, и то, что слышал от людей, которые бежали из вот ведения зоны, ведения конкретно боестолкновений. Вот, от бойцов слышал отрицательную сторону, да, какую, берём укрепрайон, да, бетонные все основания и так далее. И вот в одном из мест пулемётчик прикован цепью к пулемёту и прикован к бетонному основанию. Мобилизованный солдат украинской армии, он даже стрелять не стал, как они говорят, вот он настолько не хочет участвовать в том, что происходит, и для него это, видимо, чуждо и так далее. А его, чтобы он никуда не делся, не убежал и так далее, просто приковали. Второй случай, который тоже меня удивил, я как бы много не слышал такого, но танк украинский прямоходом шёл навстречу бойцам нашим, не стрелял, ничего, зашёл за линию фронта, остановился, бойцы подошли к танку, а на танке заварены все люки. Они потом разварили люк, оттуда вышло, ну, с их слов, трое танкистов, тоже, с их слов, это, видимо, были мобилизованы, им накидали продуктов, запихнули в танк, заварили люки и отправили на фронт. Нет, это украинские, да, видите, то есть такая вот, да, тоже ситуация, например, для меня дикая, ну, как можно людей заварить в танке и отправить на цепь, да, вот. А положительная сторона, я в первый день попал с гуманитарной миссией на развоз продуктов, одежды для тех, кто ушёл с линии фронта, да, гражданских, и вот мы разговаривали с девочкой, по-моему, 12 лет ей было, вот, и она рассказала свою историю, она с родителями выбегала из-под артобстрела, вот, и её ранило. Родители немножко ушли в сторону, а она раненая осталась, вот. И для меня, наверное, с одной стороны это удивление, с другой стороны, подтверждение того, что никому не чуждо ничего человеческое, да, и её вынес в безопасную зону украинский военный, вот. Все мы люди, и все мы всё равно остаёмся человеками, там, и так далее, должно, нас человеческое должно быть всегда на первом месте. Я так понимаю, там дети очень быстро взрослеют. А с гражданским населением удалось как-то пообщаться? Как, что там происходит сейчас? Гражданские лица, в основном, в зоне, которая не столь массированно подвергается обстрелам и так далее, да, они живут своей жизнью. Она, конечно, наверное, не просто гражданская, она всё равно проходит в формате опасности, да, и жизни, и здоровью. Но они всё равно не теряют веры, не теряют надежды, они ждут, когда всё-таки будет мир, когда они могут спокойно начать жить, заниматься своими семьями и так далее. Конечно, непросто. Многие уехали оттуда вот на улицах, вот мне удалось, там пару раз не так много мужчин видно, видимо, все участвуют в военной операции. Но люди всё равно думают о леке, о том, что огород и так далее. Ну вот всё равно жизнь мирная, она не уходит из голов. Ты уже говорил, что там очень не хватает медиков, которые востребованы буквально на 300%. А твои коллеги готовы последовать твоему примеру? Вы знаете, опять же, к разговору о примере, нет ничего лучше, чем реальный, живой, личный пример. Наверное, один из моментов, почему я собрался и туда поехал, всё-таки показать своим коллегам, в том числе Мурманской области, что в этом нет ничего, во-первых, сверх страшного, и то, что это нужно. И когда ты откуда-то там с трибуны говоришь, надо ехать, то всё, да, но ты это сам не сделал, это не столь, наверное, воспринимается как должное, чем когда ты уже побывал, ты посвятил часть своей жизни, часть своего времени медицинской помощи, оказанию, и тогда люди, которым ты это говоришь, они скорее прислушаются к тебе и так далее. Ну вот, вернувшись к себе на работу, уже от некоторых ребят услышал о том, что мы хотим, и я надеюсь, мы постараемся помочь реализовать это. Посмотрим, как это получится, потому что всё очень мобильно, и что будет завтра сказать иногда очень сложно, но если получится, я думаю, что они тоже выполнят свой и гражданский, и врачебный долг. А сам ты хотел бы ещё раз побывать там? Вы знаете, буквально, наверное, спустя неделю после возвращения ехали с супругой забирать детей из садика, и мне позвонили коллеги с Москвы, из гуманитарной миссии, и типа, Роман Сергеевич, типа, мы бы хотели, и ребята, с которыми вы работали, тоже бы хотели, чтобы, может быть, вы приедете. Ответ простой. Я думаю, что я бы поехал. Вопрос, когда и в каком формате, потому что, к сожалению, из двухмесячного отпуска месяца я уже потратил, остался месяц, который, ну, хотелось бы немножко посвятить семье детям. Вот. Но если получится, то я думаю, что я... Не возникнет вопроса, ехать или нет. И здесь ты тоже нужен. Роман, ну, не сомневаюсь, что и тебя, и твоих коллег не раз благодарили раненые бойцы. Согласись, что им тоже необходимы слова поддержки, внимания, и тебе это очень хорошо известно, как практикующему хирургу, как врачу-онкологу. Вот откуда ты черпал силы, чтобы подобрать те самые нужные слова, чтобы как-то прибодрить бойцов? Как ты их поддерживал? Ну, опять же, в особо сильной, такой глубокой поддержке, вот на мое удивление, они особо сильно не нуждались. Почему? Потому что они все достаточно очень хорошо мотивированные. Большинство из них раненых хочет как можно быстрее вернуться в строй и вернуться на передовую. Вот. Поэтому основная-то задача наша была именно восстановить их функционал, восстановить их здоровье. Ну, опять же говорю, мне нравится, когда ты, общаясь с людьми, пытаешься их немножко развеселить, какие-то найти общие камни преткновения, шутки, прибаутки. Ну, на самом деле, им вот эта вот обычная гражданская рутина, в отличие от военной, она им позволяет вспомнить про то, что где-то есть мир, где-то жизнь идет своей обычной чередой и там их ждут. Вот. Поэтому могу сказать точно, вот эти все гуманитарные вопросы, касаемые там писем детей на фронт и так далее, на самом деле им очень это приятно, им очень здорово, они читают и многих даже трогают, знаете, так эмоционально, смотрите, как здоровые дети, у него чуть ли на глазах слезы не наворачиваются. Это здорово и это нужно. Вернувшись в Мурманск, ты продолжаешь свою волонтерскую деятельность. Буквально вот накануне ты участвовал в передаче техники на передовую в зону специальной военной операции, техники, которую закупили на средства, которые собрали жители Мурманской области. Вот скажи, что показала акция Народного фронта? Ну, знаете, достаточно за короткий срок собрали большую сумму, вот, и мы смогли эти деньги, знаете, как потратить по принципу качества цена, то есть не покупалась ненужная ерунда, да, покупалось конкретно то, что просили с передовой, вот, это все закупалось не через какие-либо там сложные схемы, да, закупалось напрямую, и достаточно большое количество было передано на Донбасс, в особенности, вот, у меня коллега мой по Народному фронту, руководитель исполкома Максим Сахневич, они отогнали и передали бронированный автомобиль полноприводный, там на самом деле техники, ну, не хватает, особенно, вот говорю, полноприводной, причем, потому что сейчас там распутятся очень дороги, не ахти, и на обычной, там, допустим, заднеприводной газели не привезти, не увезти, не раненых вывезти, а на полноприводном автомобиле всегда это проще и хорошо, поэтому, на самом деле, очень мы признательны всем активным жителям Мурманской области, кто принял и принимает, и будет принимать участие в поддержке жителей Донбасса, бойцов наших, кто приносит продукты, там, кто-то вещи, кто-то деньги перечисляет, ну, я там был, я видел, что эту помощь там ждут, и она реально помогает. Настребленно, да. Поэтому будем продолжать работать, и еще раз огромное спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. Известный русский советский писатель Петр Павленко, размышляя о патриотизме, писал, я процитирую, «Патриот тот, кто в самые трудные минуты для Родины берется за самые трудные дела». Ну, ты уже вначале сказал, но, тем не менее, я хочу повторить этот вопрос. Кто в твоем понимании патриот нашего времени? Человек, который мало говорит и много делает, много делает не только для себя, но и для своих близких, для окружающих, для страны в том числе, он, наверное, в данный момент является патриотом. Вот много думал, да, на тему тех, кто куда-то убежал, где-то прячется, да, там, уходит от возможности, скажем так, по тем или иным причинам оказаться в зоне своего, да. Ну, с одной стороны, я людей понимаю, им страшно, они боятся, для них своя жизнь, она, наверное, дороже и важнее. Ну, таких, все равно, людей не так много в моем, опять же, восприятии. А те люди, которые тем более добровольно собрали вещи, пошли в зону СВО, да, это вот, я таких много знаю, у нас вот на работе есть семья, есть семья, у которой у нас санитарочка в оперблоке работает, у нее муж туда уехал добровольцем, ну, к сожалению, он полгода назад погиб там, вот, вот эти люди, они на самом деле заслуживают максимального уважения, и самое главное, чтобы про них не забывала страна. Почему? Потому что, если мы будем забывать про них, то у нас не будет ни будущего, ни настоящего, как бы мы ни хотели. Вот. У нас есть пример того, что забыли про то, что фашизм, и мы видим то, что происходит. Вот. Поэтому, еще раз, я очень признателен от себя, от своих близких, от своей семьи, тем людям, которые там защищают нашу. вот эту мирную жизнь. Отправившись на Донбасс, ты сказал, что реализовал свою мечту. Ну, я могу себе только представить, как к твоим планам отнеслись твои родные и близкие, и как часто тебе удавалось с ними связаться, пообщаться? Ну, со связью там очень все непросто. Первым делом, нам запретили пользоваться мобильными телефонами, особенно с российскими симками. Вот. И мы в основном общались вот ночью, когда ты приходишь там с перевязочных, с дежурства, стоят роутеры, Wi-Fi, интернет крайне слабенький, но вот ночью, когда он не очень сильно загружен, можем позвонить по какому-нибудь мессенджеру, да, и просто сказать, что у меня все хорошо, я жив-здоров, не переживайте, не волнуйтесь, вот. Иногда удавалось что-то переслать, фотографии, видео, вот. Поэтому, ну, три недели, говорю, пролетели достаточно быстро, вот, но, приехав домой, знаете, было очень приятно видеть, что тебя ждут, вот какие-то эти первые слова ты услышал, когда вернулся домой? Ну, тут даже не слова, тут, скорее всего, эмоции, когда дети бежали через всю квартиру, напрыгнули, чуть не уронили. Я старался детям не объяснять, куда, зачем, вот, ну, в командировку и в командировку, вот, но все равно, видимо, где-то внутри, может быть, они ощущали что-то, что их заставляет вот уже, я сколько времени, да, приехал, они приходят из садика и вот ходят, знаете, как говорят, хвостиком, вот, папа, мы спать с тобой ляжем и так далее, ну, вот их, на самом деле, внутренние чувства, видимо, ничем не задавить, не скрыть, ну, дети и дети. Ну, пожалуй, последний вопрос, Роман, скажи, а есть человек, которому ты благодарен, который помог тебе стать, тем, кто ты есть сейчас, ну, скажем, кто сформировал твои личные качества или характер? Вы знаете, наверное, самые два главных человека, которые в любого человека формируют его как личность, да, это родители, это мама, это папа, вот, я, честно говоря, признателен всем тем людям, которые в моей жизни есть, которые были, и почему, потому что я по своей природе у всех стараюсь всегда учиться и брать лучшее, ну, не могу сказать, что я там хороший, идеален и так далее, но мне всегда казалось, что плохое, оно само прилипнет, а вот хорошее взять, это намного сложнее, поэтому основная признательность, я говорю, конечно, родителям, ну, и тем друзьям, которые у меня в жизни попадались и которые всегда поддерживали, помогали. Как-то так. Ну что ж, спасибо тебе, Роман, за интересный, содержательный разговор, мы желаем тебе успехов на всех направлениях, где ты работаешь. Сегодня у нас в гостях был Роман Пономарев, человек, который живет по правилам, мужик сказал, мужик сделал. Это была программа «Проще говоря». Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова